Всем огромный привет! Мы сегодня поговорим о блоге канала Ларены Ивани Лайф. Ну, а пока я буду рассказывать, что у неё произошло в блоге, вы ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал. Напоминаю про то, что у меня есть телеграм-чат. Если есть желание, присоединяйтесь, ссылочка в описании. Суббота. Для всех это выходной день, а для Лены это условный выходной. Почему? Потому как ей пришлось убираться в доме, да. Не убирать в доме, а убираться. Ну, хочется заметить, что убираются обычно из дома, а не в доме. Ну, что сказать, Лена остаётся Леной. Хотя бы она не говорит «ихний», как говорит Оксана. Уже хотя бы это хорошо. Хотя Лена тоже достаточно выдаёт перл, мы это все прекрасно знаем. Говорит о том, что вот халат она, конечно, отправит своей подписчице. Той подписчице, которая в больнице лежит, и ей сейчас, как никому другому, нужен халат. Думаю, до того момента, как этот халат дойдёт до этой самой подписчицы, она 10 раз выйдет из той больницы. Этот халат ей уже не столь актуален будет. И, вы знаете, всё-таки аттракцион двойной невиданной щедрости у Лены. Почему? Потому как она второй халат тоже отправляет. Представляете, тот самый, который она мерила, и вот этот долг в упаковке. В общем, два халата она отправит. И, конечно, покажет, как это она будет осуществлять. Потому как многие говорят, вот, мол, только обещаешь и ничего не отправляешь. Но в этот раз Лена нам весь процесс атадуя покажет. И тут же она добавляет, мол, в каждой шутке есть доля шутки. Мол, это её девиз такой вот жизненный. К чему это вдруг Лена сказала? Для чего нам узнать её жизненный девиз? Вот действительно, ни уму, ни сердцу. Может быть, она имела в виду, что она изначально шутила, относительно того, что она собирается отправить эти два халата. Или шутила она относительно того, что она покажет нам весь процесс отправки от Адуя. Не знаю. А потом как-то вот решила как-то себя реабилитировать. И поэтому сказала, что вот в каждой шутке есть доля шутки. Мол, всё остальное правда, да. И я вам действительно покажу, как я эти самые два халата отправляю своим зрителям. Может быть и так, не знаю. В общем, Лену очень трудно понять. Напишите в комментариях, как вы поняли, к чему именно Лена привязала вот этот, так сказать, её жизненный девиз. Скажи, шутки есть доля шутки, а не правда. Приехала она в торговый комплекс Зеленопарк. Говорит, вот всё поизменилось. Я такое слово впервые слышу. Поизменилось. Ну, думаю, ладно, поизменилось, так поизменилось. Мол, мне было я тут полгода, Лена говорит, и так всё, мол, изменилось. Встретила своих зрителей. Да. Но мы их не видели, Лена нам их не показала. Но это, конечно, и к лучшему. Возможно, не каждый готов показывать себя, да. Но вот таким вот голоском, таким тихим-тихим, тоненьким-тоненьким куда-то я сказала. А мы вас смотрим. Ну, не знаю я. Как-то очень так неуверенно, тихо. Наверное, боялись к самому кумиру подойти, чтобы не спугнуть. Как-то так аккуратненько люди к ней подошли. Как-то так, да. С пиететом. Да. Долго Лена разглядывала одежду, которая продаётся в этом торговом центре. И говорит, вот тут шапки махеровые. И говорит, весь этот вурс будет на гладкой одежде. Вот как её понять? Что значит гладкая одежда? Тоже непонятно. Я такое словосочетание слышу впервые. Гладкая одежда. Но, наверное, есть какая-то ещё с зазубринами. Негладкая. Рыхлая. Я не знаю ещё, как это может быть одежда. Но опять же, по мнению Лены. Вот поэтому эту шапку махеровую, конечно, Лена не прикупила. Потому что вурс будет, да. Ну, а потом вдруг звук пропал. Я просто поражаюсь. Как? Лена на монтаже этого не заметила. Ну, достаточно приличное, да, время было видео без звука. Очень как-то непонятно, почему Лена не вырезала этот кусок, если там звук пропал. Или не переозвучила. Ну, вообще, это недопустимо для блогера. Тем более уровня Лены. Лена ведь не первый день ведёт свой влог. Хотя, с другой стороны, вроде как у Лены в влогах уже было что-то подобное. То ли у Лены звук пропадал, то ли во влогах Оксана. Но вот было. У кого-то из сестёр подобное уже было. И что одна, что другая, так и не вырезали эти вот кусочки. Не мы, так сказать, не было кино. Так и оставили. Ну, правильно. Больше минут, больше рекламы можешь туда пихнуть. Нормально. В принципе, они всё делают ради денег, ради рекламы. Но никак не ради своего зрителя. И это в очередной раз это доказывает. Ходят они по этому зеленопарку вместе с Оксаной. Потому как Оксаня скоро выступает со своей группой танцевальной. Ну, и пока есть немного времени. У Оксана тоже ходит одежду разглядывать. Смотрят они какие-то пуховики, какие-то пальто разглядывают. Какие-то курточки, какие-то брючки и так далее. И Оксана говорит, вот я выучила новое слово. Оверсайз. Говорит, модное сейчас слово. Ну, во-первых, оверсайз давно уже в обиходе, да? И почему Оксана только сейчас выучила, непонятно. И что значит модное сейчас слово? Ну, не знаю. Я как-то непонятно, Оксана, выразилась. Может, она хотела сказать, что одежда оверсайз сейчас модная, а не слово модное. Тоже, может быть, опять же, это Оксана, ее не понять. Рассматривает Лена какие-то кожаные куртки. И Оксана рядом проходит и поет песенку, мол, в кожаных штанишках, талия, корсете. Вообще-то в розовых чулочках. Это раз. Я понимаю, может быть, Оксана хотела применить к моменту, да? Эту самую песенку. Так ее на ходу переиначила. Вы посмотрите, какая я творческая личность. Но хочется заметить, что там и рядом не было кожаных штанишек. Там были кожаные курточки. Если бы Оксана на самом деле была бы творческой личностью, того уровня, к которому Оксана себя хочет перечислить, то она бы что-то другое придумала бы. Про кожаную курточку, а не про кожаные штанишки. Но, видите как, ее ходила только на кожаные штанишки. Ну и дальше, я так понимаю, Оксана отправилась уже танцевать. Есть там такой отдел, который называется студия контента, или комната контента, что-то вроде того. В общем, там танцует уже ее группа. Она туда тоже пошла потанцевать. Лена ее так поснимала. Я так думаю, что мы сможем в полной мере насладиться танцами Оксаны в ролике формата шортс. Я так думаю, что обязательно Оксана это все дело выложит. Проходит Лена мимо мужской парикмахерской. И говорит, вот какая замечательная парикмахерская. Мол, мой муж и Ваня, опять она Андрея вспомнила. Для чего она это делает, не знаю. Ну или она решила показать в очередной раз, что все-таки Андрей в ее жизни присутствует. И он даже иногда с три часа ходит. И говорит, мол, и Андрей, и Ваня ходят в подобную парикмахерскую мужскую. Тут очень удобно. Сейчас, мол, все для клиента. И по очереди можно играть в ГТО. Думаю, вроде как ГТА игра называется. А ГТО это готов к труду и обороне. То есть это комплекс физических упражнений для людей разного возраста. Ну и было бы неплохо, если бы действительно или Андрей, или Ваня, может быть и Андрей, и Ваня выполнили бы этот комплекс упражнений и получили бы знак отличия комплекса ГТО. Ну о чем я говорю? Конечно, это все нереально. Вон Ваня у нее никак не может спортом заняться, ни в какой кружок пойти спортивный. Ну и Лена, естественно, этим вообще не озадачена. Ну и, я так понимаю, Андрей тоже. Ну и Лене плевать на здоровье ребенка. Ваня у них пока растет вширь. Посмотрим, что будет дальше. Я очень надеюсь на то, что израстется Ваня, как говорят поклонники Лененда. Но опять же, я не знаю, какого роста должен быть Ваня, чтобы его нынешний вес соответствовал росту. Просто не представляю. Наверное, метра два должен быть рост. Так что, я так понимаю, дело не в весе, а в росте. Просто Ваня пока еще не дорос до своих двух метров. Так считаю я. Как считаете вы, напишите, пожалуйста, в комментариях. Ну а Лена продолжает ходить по этому торговому центру. И вот вы знаете, какую бы вещь она не примерила, что бы она не стала рассматривать, куртка ли это, пальто ли это, пуховик какой-нибудь и так далее, она все обливала грязи. Говорит, вот такое вот качество тут не очень, а здесь цвет непонятный. Что, мы в космонавты, что ли, собираемся? Для чего такие блестящие куртки? Ну а здесь какие-то заклепки непонятные, ну а здесь это не то, здесь то не то. Тут карманы вроде есть и вроде как нет, а карманы это главное. Потом все-таки обнаружила карманы на пуховике или на пальто. Говорит, ну вроде как они тут были, мол, зря я так плохо отзывалась об этом пальто. Но в большинстве своем, конечно, она обливала грязью их. Я понимаю, для чего она это делала, для того, чтобы показать, посмотрите, какие товары у нас, какой товар мы предлагаем, хороший, качественный, недорогой. А вот здесь смотришь, цены высокие, а смотреть не на что вроде как, да? А то ли дело у нас, и цена приемлемая, и товар вроде как хороший. Так что покупайте у нас. Вон у нас что, зря что ли магазин на озоне? Не зря вы видели, сколько их трудов нам стоит. Товар туда доставить. И сколько их трудов нам стоит. А карточки завести. И эти самые палеты тоже надо, чтобы свои были. Это все денег стоит. Так что да-да-да, все только у нас покупайте. Не ходите ни по каким торговым центрам, а заказывайте у нас. Ну, именно такой посыл я, например, увидела. А что вы поняли из хождения Лены по этому торговому центру? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Ну и, конечно, самое удивительное было то, что оказывается, норковые шубы есть. У Оксаны и у мамы в гардеробе. Но вот беда, никуда они их не носят. Дождь. Представляете? По годным условиям не дают носить норковые шубы. Вот так. То дождь, то еще что-то. В общем, да. Эти норковые шубы висят в гардеробе Оксаны, и мама их потихонечку ест моль. Именно так нам Лена и сказала. Напишите, пожалуйста, верите ли вы в то, что нам сказала Лена относительно норковых шуб в гардеробе Оксаны и мамы. Но, как по мне, так я считаю, что это не совсем правда. Если бы была норковая шуба у Оксаны, например, то она бы точно ее носила бы. Почему? Потому что Оксана в основном передвигается все-таки на автомобиле. И никакие погодные условия ей не страшны. Ну, а мама, вот там вполне возможно. Во-первых, и возраст, и статус, да, возможно, да, норковую шубу иметь. Почему бы и нет. Но, опять же, куда она ее будет носить? Опять же, она куда ходит? Да никуда она толком-то и не ходит. Единственный вариант этого только на даче. Да, но на даче, в норковой шубе сами понимаете. Зимой на даче делать нечего. А весной норковую шубу уже не наденешь. За любую шубу уже весной не наденешь. Понятное дело, осенью тоже. Поэтому, возможно, у мамы в гардеробе эта шуба и колится. Ну, а Оксана, да, запросто могла бы ее надеть. Я бы не думала, что прям шуба. Скорее всего, какой-то полушубок. И удобно за рулем сидеть. И куда надо выбежать по делам. В магазин, из магазина. Я не знаю, куда там Оксана еще ходит. Но, в любом случае, она передвигается в машине. И никакие дожди и снега ей не страшны. Ну, а Лена выдала еще интересную фразу. Говорит, глазу некуда упасть в этом торговом центре. Ну, это радует. Лена останется с глазом. Некуда бедному упасть. Вот. Ну, а Лена что? Несмотря на то, что глазу некуда упасть, видимо, все-таки глаз Лены упал. Просто Лена этого не заметила. Этот глаз упал на шапку белую, махерову, с ушками. Да. Только Лена нам говорила о том, что вроде как махер лезет и все будет в ворсе, как Лена выразилась, да. Вся гладкая одежда будет в ворсе. Но, видимо, куртка или другая верхняя одежда, это не гладкая одежда, по мнению Лены. И в ворсе это все дело не будет. И Лена выбрала себе с ушками эту самую шапку. Думаю, ладно, халатик там с ушками для дома. Носи ты сколько хочешь, да. Там тебя все равно никто не увидит дома. И эти ушки, это все-таки капюшонные. Ну, редко когда надеваешь капюшон, правда? Особенно, если говорить о халате. Ну, а здесь шапка. Эти самые ушки, они достаточно заметные. Ну, не знаю, еще и белого цвета. Все это дело. В общем, Лена вроде как определилась, говорит, для бега. Я когда услышала, что она для бега себе это хочет купить, думаю, Лена, ты вообще думаешь своей головой? Ну, видимо, не особо она ею думает. И говорит, вот надо, чтобы каждый получал доверие от жизни. И Лена говорит, что она удовольствие получает от съемок и монтажа видеороликов. Думаю, ну, если Лена и дальше будет продолжать монтировать ролики так ужасно, как она и сейчас монтирует, то звук у нее есть, то звука у нее нет, то это, конечно, то еще удовольствие. Ну, и тут же она расписалась за Оксану, понятное дело. И говорит, Оксана получает удовольствие от танца. Вот если бы Оксана так вот взяла и лихо расписалась за Лену, была бы Лена этому рада? Думаю, что нет. Ну, а что думаете вы, напишите, пожалуйста, в комментариях. Лена, в принципе, очень часто и в роликах Оксаны проявляет себя, и, да, действительно так вот активно. И сейчас вот тоже она расписалась за Оксану, и почему-то Лена считает, что это нормально. Почему она возомнила себя королевной, я не знаю, но, тем не менее, мы видим то, что есть. Ну, вот таким получился у меня обзор влога канала Лена и Ваня Лайф. Если он вам понравился, ставьте лайки. Если нет, ставьте дизлайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Всем пока!